Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии я, Лев Диденко. В КФУ прошел инсталайф, посвященный теме дистанционного обучения. Ученые КФУ разработали новые способы добычи нефти. Российская пшеница стала дороже нефти. 24 марта президент Татарстана Рустам Мениханов провел заседание Совета директоров ОАО «Татнефтехимвестхолдинг». На заседании представители нефтехимического комплекса обсудили планы развития компании. С докладами выступили ученые Казанского федерального университета. Заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождений, трудноизвлекаемых углеводородов, Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Михаил Варфоломеев. Также с докладом о биотехнологиях для сбережения здоровья выступил директор Института фундаментальной медицины и биологии Андрей Киясов. Рустам Мениханов отметил перспективность данной темы и поручил изучить ее более подробно с практической и экономической стороны. А теперь к следующим новостям. 23 марта в КФУ состоялся инсталайф, посвященный теме дистанционного обучения. На вопросы студентов Казанского университета ответил проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялся инсталайф, посвященный вопросам дистанционного обучения. На вопросы студентов Казанского университета ответил проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский. Мы должны обеспечить порядка 15 тысяч дисциплин в этом семестре преподавания по всем институтам. Мы примерно с институтами посмотрели где-то 12 300 дисциплин. Это дисциплины, которые в принципе возможно обеспечить с использованием образовательной электронной информационной среды. В ходе инсталайф прозвучал вопрос о лабораторных проектах на период дистанционного обучения. Сегодня ситуация такова, что никто не может предсказать, какова будет ситуация в ближайшие 2-3-4 недели. Пока мы ориентируемся ближний горизонт, это как минимум 3 недели. И на это время занятия по дисциплинам, реализации которых невозможно с использованием тех образовательных интернет-ресурсов, мы просто переносим занятия. Если же ситуация будет развиваться по худшему сценарию, и мы будем вынуждены работать в условиях профилактических мер гораздо более длительный промежуток времени, реализация таких дисциплин будет перенесена на следующий семестр или на следующий год вообще. Проректор отметил, что на время дистанционного обучения студентам можно уезжать за пределы Казани. Однако и там им рекомендуется участвовать в образовательном процессе в полном объеме. Эльвира Зорина, Ленардо Влитяров, Универньюс. Российская пшеница рекордно подорожала на фоне падения курса рубля и роста цен на зерно во всем мире. По стоимости за тонну она обогнала даже нефть. Все подробности далее. За минувшую неделю российская пшеница рекордно подорожала, обогнав по цене нефть. Цена взлетела до 13 270 рублей за тонну, таким образом установив исторический максимум. Основной фактор, с которым связано повышение цен на пшеницу, это эпидемия, которая уже очевидно может повредить весенней посевной кампании. Во многих странах есть опасность, что весенняя кампания может быть сорвана полностью или частично, что приведет к снижению урожая в этом сезоне и, соответственно, к повышению спроса на зерно по сравнению с объемами его предложения. Как следствие, повышение стоимости зерна может создать дефицит на внутреннем рынке. Компаниям станет выгоднее экспортировать свой продукт за рубеж, чем реализовывать его внутри страны. Дефицит это не спровоцирует. Другое дело, что это может спровоцировать повышение цен для относительного выравнивания внутренних и внешних цен. Но если на зерно будут введены более серьезные экспортные пошлины, то внутренние цены останутся неизменными. И при этом компании, которые экспортируют зерно, смогут получить большую выручку и остаться в плюсе. В целом для России, учитывая, что Россия является экспортером пшеницы, эта ситуация выгодная. То есть затраты на потребляемую пшеницу у нас значительно меньше, чем выручка от продаваемой. Лилета Липовальна, Адам Литяров, Универньюс. В тенах Казанского федерального университета разработали первый в России интерактивный учебник по физике для 10 класса. Скорее всего, аналогов подобных ему во всем мире попросту нет. Подробности в нашем следующем сюжете. Мультимедийный интерактивный учебник «Физика 10», разработанный в КФУ профессорами Скворцовым, Фишманом и Гинденштейном, вышел в московском издательстве «Бином» в 2019 году. Его задача – повышение интереса школьников к предмету и качество образования в целом. Современный научно-технический прогресс и развитие, в частности, информационных технологий затронул все отрасли народного хозяйства, но, естественно, он должен проникнуть и в образование. И поэтому мы пришли к выводу, что новые информационные технологии должны быть использованы и в образовании для повышения уровня абитуриентов. Профессоры Института физики КФУ занимаются созданием интерактивных образовательных проектов далеко не первый год. В них входит отдельная серия видеозадач, лабораторный телеметрический практикум, совместные продукты с зарубежными компаниями и так далее. Это были какие-то подпорки под учебный процесс, но это не был учебник. То есть это вот мы как раз, ну не скажу, что все эти годы думали, но, по крайней мере, подспудно такая задача зрела. Вот взяться-таки, наконец, за более глобальную работу, сделать именно мультимедийный учебник. В связи со сложившейся в мире ситуацией на фоне распространения коронавируса, учебник может очень пригодиться школьникам и их учителям, перешедшим на дистанционное образование. Мультимедийное пособие можно скачать абсолютно бесплатно на сайте Казанского федерального университета по ссылке, указанной на экране. Новые носители информации, конечно же, дают значительно больший спектр возможностей передачи знаний ученикам, пробуждению у них интереса. И вот в соответствии с этим мы как раз и задумались над тем, чтобы создать учебник нового поколения, в котором бы задействованы были все органы восприятия человека. Интерактивный учебник оценил во время своего визита в Казанский университет президент Республики Татарстан Рустам Мениханов. Он отметил его инновационность и пожелал увидеть, как пособие будет применено на практике. Камиль Гемозденов, Универ Ньюс. О том, какие способы добычи разработали ученые приоритетного направления эко-нефть, расскажем в нашем следующем сюжете. Ученые из приоритетного направления эко-нефть Казанского федерального университета разработали новые катализаторы для добычи черного золота. Однако речь идет не об обычной нефти. Созданные реагенты помогут нефтедобытчикам в освоении тяжелодоступных месторождений. Как рассказали специалисты, на данный момент проблема заключается в том, что запасы легкодоступной нефти с каждым годом снижаются. Перед учеными стоит задача по освоению новых, ранее неисследованных месторождений. Новые катализаторы сильно снижают энергию активации процессов, тем самым улучшая добываемый ресурс. Вот этот процесс в чем заключается. Заключается в том, что мы качаем воздух внутри, иницируем горение. И вот насчет этих горения, там экзотермические реакции дают тепло в основной резервуар. Таким образом мы увеличиваем температуру резервуара и вследствие этого, то есть унижаем вязкость нефти, таким образом будет легкодоступнее. Разработка новых реагентов началась еще в конце 2017 года специалистами приоритетного направления эко-нефть совместно с учеными из Института физики, а также Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Катализаторы не только успешно прошли лабораторные испытания, но и проявили себя на реальных месторождениях. Их применение вышло за пределы России. Так, правительство Кубы закупило несколько тонн вещества для освоения тяжелодоступной нефти. По словам экспертов, облегчение разработки месторождений окажет хорошее влияние на скорость добычи и качество нефти. Тем самым это благоприятно отразится на цене продукта. Экономика России, она тоже поддерживает насчет нефти. И вот, и с другой стороны, просто сделает очень дешевые технологии для доступности углеводородов, нефти, в общем-то. К слову, цель проекта имеет более значимый характер. Добыча ресурсов из тяжелодоступных мест положительно скажется в будущем, для следующих поколений нашей планеты. Лев Диденко, Фарид Захит Аглы, Универ Ньюс. На этом у меня все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok